Ну с чем? С чем ты идешь, тупая рыба? 7-8 бубны на столе с одними пиками? Без шансов даже на дро, даже без старшей карты? Ты что, совсем олень? Ты вообще считать не умеешь? Ты сюда зачем пришел, тупой пулемятофил? Ой, простите, я тут видео снимал для обзора игры Покернайт от The Inventory, но что влекся, надо срочно возвращаться на привычные лимиты игры по 100 долларов за столом, где нет вот таких вот идиотов. Так, где прячется мой клиент Full Tilt? Хотя погодите, раз уж все началось, давайте что ли продолжим. Один хрен ту партию я выиграл, хотя так побеждать это абсурд, но о чем он думал вообще? Немного размышлизмов. Покер — игра безумно популярная, в нее играют миллионы людей, которые зарабатывают в ней миллионы долларов. Даже после того, как в США условно запретили играть в покер в интернете, это почти никого не остановило. Нашлись лазейки, игра продолжилась. Покер — это целый мир, как для нас мир — это компьютерные игры. Не секрет, что многие киберспортсмены ушли в покер. Иван Демидов, выигравший в турнире около 5 миллионов долларов, профессионально сражался в Warcraft 3, и это далеко не единичный пример. Таких товарищей несколько десятков. И покер манит разработчиков компьютерных игр. Огромное число людей сражаются друг с другом, но на бои с электронным идиотом, то есть АИ, все равно не переходят. Попытки завоевать эту аудиторию предпринимались частенько. Делались суперсимуляторы покера, которые стоят сотни долларов, ибо столь сложны в разработке, что хрен окупаются. Засовывали покер в большие игры, делалось бездарное казуальное безобразие. Но все это тщетно. Никому не нужен покер, где нет либо приятной компании и классных застольных разговоров, либо возможности заработать. Второе исключается сразу, у кого нам бабки выигрывать. Первое. Ну неужели мы будем разговаривать с АИ? Разве это может быть хоть сколько-нибудь интересно? Ну вот разработчики из Telltale Games уверены, что может. При условии, если посадить с игроком не каких-то внезапных вазь-петь-петь, которые будут тужиться и изображать настоящих людей, подвякивая шестеренками и кряхтя от перезагрузок. Надо за стол сажать известных персонажей. И вот мы заходим в мультяшный клуб, где знакомимся с его главой, который представляет нас завсегдатаем этого местечка, популярнейшим героем компьютерных игр. Покер — это условность, которая свела всех их вместе. Вот из четыре интересных персонажа. Где они могли бы пересечься? Покерный стол. Чем не отличное место? Вот и усадили их за стол разработчики, да нас за компанию к ним приставили. Мол, тоже поиграй. Мы садимся, делаем первые ставки и видим, что покер здесь — дело десятое. А главное то, что главное в любом покере, где деньги не имеют значения. Тут в тейбл-спич дело. Это просто фантастика услышать, как Макс из сериала Sam & Max потрунивает над Хэви из Team Fortress 2. Причем сам Хэви — это вообще нечто. Только дай ему слить 2-3 раздачи, как он надувает щеки, начинает злиться, грустить, бросать карты. Короче, классический тильт. Хэви в тильте. Ну что за прелесть. И самое забавное, что на лицах героев показаны все их переживания. Про покерфейс здесь никто и не слышал. Причем чем больше вы о покере знаете, тем хуже для вас. Bad for you! Иронически прокричал бы на это Макс. Тут надо играть так, как играют совершенно неадекватные товарищи. Просто заходим в раздачи, чего-то ждем, любим смотреть флоп. Потому что оппоненты по покерным меркам полные тупицы. Просчитывать их невозможно. Да и не надо, тут разговоры слушать необходимо. И потому в чем больше раздач влезете, тем веселее. А профессионал обычно разыгрывает около 15% рук. Это не удовольствие, это уже работа. Помните, в ролике Глеба был момент про разговор Бонда с Эмим Автором? Вот здесь и происходит нечто подобное. Это также смешно и немного абсурдно. Потому надо просто запускать игру и напряжно передвигать фишки, смотреть карты, от души смеяться над перепалками или даже вежливыми беседами персонажей. Один круг все могут молчать, потом кто-то заговорит, его подхватят третий, и вроде бы раздача закончилась, а разговор еще нет. Но важно понять две вещи. Во-первых, без знания английского языка идти в этот покер-клуб совершенно бессмысленно. Тут надо четко понимать, в чем соль всех шуток, иначе покажется, что все вокруг чистейший бред. Во-вторых, игра быстро заканчивается. Нет, формально она бесконечная, но фраза-то подходит к концу. Буквально через несколько вечеров вы станете лишь изредка слышать что-то новенькое. Потому и запускать игру смысла не будет. В итоге за 5 долларов мы получаем десяток отличных партий в кругу великолепных, живых, харизматичных героев, которых никогда больше судьба не сведет вместе. Попасть в наши дни в более скучную и неинтересную компанию стоит раз в 10 дороже. Но а стоит ли игра своих денег? Безусловно. Просто надо правильно ее воспринимать. Это не аркада, которая может радовать годами. Это просто пару вечеров за покерным столом. Пару хороших, забавных вечеров. Пару хороших, забавных. Не осуждай, вот стульчик ты всего выпил. Че еще за дела? Говорил тебе, надо оптоволокно. Че я настрою? Давно пора бы. Говорит, сети нету. Ты швабры провода не задевала? Неа. Я тоже. Да вот. Да что ж ты будешь делать-то? Эй! Намеков и осторожных отсылок мы навестили тюремные камеры Американской военной академии. В завершении же выпуска вас ждет. Что ж, нет? Разбор полетов. Наши ответы на ваши нескромные вопросы. А может так и задумал. Как многие из вас могли заметить, мы пристально наблюдаем за судьбой Fallout Online и эпичным конфликтом Interplay и Bethesda. Вот и сегодня предлагаем вам на заметку... Че стоишь? Несиво в год. ...пока горячей точки. Interplay внезапно взяла и официально... ...пока горячей точки.